ВЫСТРЕЛЫ В набережных Челнах сбили подростка. Его изолировать надо от общества. Он же в дубе лягу, пьяный был. Почему его родственники опасаются, что, возможно, виновник может уйти от ответственности? И продолжение истории дорожного конфликта в Нижнекамске. Сразу ладонью ударил меня по щеке. Стороны высказали свои точки зрения. Это не только прямо сейчас. Один человек погиб несколько в тяжелом состоянии. Таковы последствия столкновения трех иномарок на Фермском шоссе в Казани. Сейчас на месте происшествия работает наша съемочная группа. И все подробности в следующих выпусках нашей программы. Крупная авария произошла сегодня днем на улице Тецевская. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Две лады. 14-й модели и Калина, Рено и Субару. По свидетельствам очевидцев, все произошло из-за водителя лады 14-й модели, который выехал на встречную полосу. Динара Камалова с подробностями. 14-й, получается, оттуда едет на обгон. Все участники аварии после случившегося находились в эмоциональном шоке. Поэтому рассказать детали аварии они не смогли. За них это сделали очевидцы. По их словам, 14-я выйдя на обгон задела движущийся навстречу Дастер. Иномарку от такого удара развернуло. Через несколько секунд число участников аварии увеличилось вдвое. Дастер, получается, сзади прилетает Калина, и уже Дастер отлетает в Субару навстречу. А у нас продавшие есть? Без понятия. 14-й после столкновения с Рено развернул и отбросил на несколько десятков метров. Остановилась лада за полметра от бетонного ограждения. Водитель отделался лишь легкой царапиной руки. Молодой человек утверждает, что выехал на встречную полосу вынужденно, чтобы избежать другого столкновения. Вытолкнули меня, короче, с полосы, я не знаю. Вообще непонятно, все быстро произошло, короче. Кто вытолкнул? Ну, соседние полосы уж, кто рядом ехал, я уж не видел его. Чтобы не задеть его, я уж немножко рульнул, ну и думаю, навстречу пойду. Автомобили сильно пострадали. Рено Дастер восстанавливать, скорее всего, смысла уже не имеет. Если будет установлена вина водителя лады 14-й модели, то страховых выблоков явно не хватит для покрытия всех убытков. Покрывать разницу виновнику придется уже самому. Зинара Камалова, Константин Бушуев, вызов 112. Три человека погибли, два серьезно пострадали в результате аварии на 51-м километре трассы Челны-Альметьевск. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, автомобиль сначала на очень большой скорости ездил по Заинску, Затем Лада Приора покинула город, вскоре развернулась и поехала обратно. По словам очевидцев, на въезде в город у автомобиля погасли фары, после чего машина врезалась в бетонную плиту. В результате три человека погибли на месте, еще двое госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго – средней степени тяжести. Тело пропавшего 17-летнего жителя Самарской области нашли на железной дороге в Казани на перегоне Юди на Восстание. По предварительным данным, молодого человека сбил поезд. Напомним, подросток пропал 26 июня. Он ушел из дома после выпускного вечера в школе, взяв с собой 40 тысяч рублей. Сейчас Приволжское следственное управление на транспорте по данному факту проводит проверку. Следователи устанавливают все детали происшествия и готовят обращение в адрес руководства железной дороги о необходимости освещения всех подвижных составов видеорегистраторами. В набережных Челнах водитель внедорожника сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Пострадавший с тяжелыми травмами, переломами, в том числе костей черепа, был срочно госпитализирован. Родственники мальчика и некоторые очевидцы уверены, что за рулем внедорожника сидел совсем не тот человек, которого указали в официальных документах. И боятся, что человек, которого считают виновным, может избежать наказания. Далее в нашем сюжете. Я последний, когда меня обрезались, я видел, какая машина была. Момент столкновения 10-летний Матвей запомнит надолго. Говорит, он на велосипеде уже практически пересек дорогу по переходу. В этот момент его избил внедорожник. Дальше провал. Сейчас мальчик в сознании, но разговаривать ему сложно. Вольной поступал в тяжелом состоянии. У него грозный достаточно диагноз, черепно-мозговая травма, множественные переломы, есть костей черепа. Его родственники сейчас пытаются восстановить всю картину происшествия. Уверены, что реальность отличается от официальной точки зрения. Считают, что за рулем был не трезвый мужчина, а не женщина, которая указана в документах. Его изолировать надо от общества. Он же в дупелягу пьяный был. А потом сорвался и покинул место происшествия. И сейчас скрывается. Вместо себя он сунул свою очередную даму. По словам свидетелей, мужчина просил не вызывать скорую помощь и полицию. Утверждал, что мальчик сейчас встанет и пойдет домой. Данные лица, находясь в сильном алкогольном опьянении, указывали, что скорую вызывать не надо. Я лично слышал, как мужчины между собой разговаривали. То есть указывали, что на девушку ответственность они возложат. Родственники мальчика опасаются, что истину установить будет сложно. Уверены, что именно мужчина виновен в наезде и боятся, что он избежит наказания. Тем временем сотрудники автоинспекции изъяли запись момента ДТП с камеры наблюдения, что установлено на ближайшем доме. На этой видеокамере четко видно, что из автомобиля выходит женщина. Следом, через некоторое время, к ней подбегает мужчина в белой футболке. Выбегает со стороны пассажирского кресла. Да, он действительно находился в нетрезвом состоянии. Но это был пассажир другого транспортного средства, который, еще раз повторяю, ехал следом. Виновного в этой аварии установит следствие. Автоинспекторы просят откликнуться всех очевидцев этого происшествия. Слават Мухаммадуллин, Елена Камалова, Сергей Вильданов. Вызов 112. Перестраиваясь стал причиной столкновения трех автомобилей. Недалеко от северного вокзала водитель Нивы при неосторожном маневре задел сначала одну иномарку, после чего его отбросил на другую машину. Зинара Камалова с подробностями. Буквально перед носом вывернул, я не успел даже затормозить. Двигался в большом потоке машин по улице Декабристов в сторону центра, рассказывает водитель Вольцвагена. Столкновение с Нивой стало полной неожиданностью. Говорит, отечественный автомобиль стал резко перестраиваться из своего ряда в соседний, прямо перед иномаркой, при этом не пропустив немецкий автомобиль. Столкновения избежать возможности не было. После удара Ниву занесло, и она задела «Шевроле» в том ряду, в котором только что ехала. Нива была за «Кобальтом» и начала выворачивать, а я ехал, вот, смотрите, Нивы в крайней полосе. Получается, он между вами хотел проскочить? Да, как все, так, и Вольцваген ударил его, и она на меня отлетела. Ее отбросили? Да. Почему водитель Нивы в плотном потоке машин все же пошел на такой маневр? Он рассказывать отказался. Мужчина закрылся в собственном автомобиле. В аварии никто не пострадал, а ремонт транспортным средством требуется косметический. Виновника в аварии предстоит определить сотрудникам автоинспекции. Зинарка Малва, Азат Самигулин, вызов 112. Сегодня получила продолжение история дорожного конфликта в Нижнекамске. Там мужчина на внедорожнике подрезал автоледи и по утверждению пострадавшей ударил ее по лицу. Для доказательства она выложила видео с регистратора в интернет и рассказала, как все произошло. Свою точку зрения изложил и мужчина. Рамиль Шайдулин внимательно их выслушал. На кадрах, которые девушка выложила в интернет, видно, как водитель иномарки пытался резко и без сигналов поворотников перестроится перед ней в том месте, где начинается ремонт дороги и сужение проезжей части. Остановиться не смогла. Через некоторое время тот же автомобиль резко подрезал не пропустившую его автоледи. Остановился и полностью заблокировал движение. Подошел к автору видео и, как она утверждает, ударил по лицу и выразился в ее адрес нецензурной бранью. Сам момент нападения остался за кадром и сейчас Слава не желает и просит не показывать ее лица. Он подошел ко мне, у меня окно было спущено, сказал нецензурное слово в мой адрес, сразу ладонью ударил меня по щеке. Что могло так разозлить водителя внедорожника, она до сих пор не понимает. Никакой вины за собой не чувствует. Правил не нарушала, а пропускать вдруг возникший и пытающийся втиснуться перед ней автомобиль была не обязана. Говорит наоборот, было бы хуже, если бы стала резко тормозить, как того хотел мужчина. Эта машина, она была практически параллельна со мной, то есть даже если бы я видела, даже если бы он включил поворотник, и если бы я даже хотела пропустить его, это было бы невозможно. Я бы создала аварийную ситуацию. Свою точку зрения на произошедшее рассказал и второй участник этого конфликта. Правда, говорить на камеру отказался. По его словам, он действительно разозлился, когда автоледи его не пропустила. Ему пришлось резко тормозить, а в салоне была жена и грудной ребенок. Мужчина утверждает, эмоции взяли над ним вверх, поэтому подошел к автоледи. Не отрицает, крепко выругался. Но утверждает, руку на женщину он не поднимал. Его жена подтверждает, этого он никогда бы не сделал. Тем временем, автоледи написала заявление в полицию. По закону мужчине, если его вина будет доказана, грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Однако доказать факт рукоприкладства будет непросто. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.